Ну, вот хочу, значит, рассказать, что произошло недавно. Прихожу домой, в почтовый ящик заглядываю. В почтовом ящике уже нет, как раньше, корреспонденции. Мы подписывали там иностранную литературу. Обязательно всегда в почтовых ящиках мы много делали. У меня, в семье, по крайней мере, много делали. Была литературная газета, обязательно там, чтобы программа радиотелевидения была. А как же иначе без этого? И вдруг, невзначай, у меня письмо приходит, которых я не получал уже где-то лет, наверное, пять. То есть последнее письмо, которое приходило, это Маргарита Васильевна Каманина. Ей написала жена нашего сына, первого героя Советского Союза, Николая Петровича Каманина. Ну, это если мы вернемся к ней, потом можем еще поговорить. Вот я беру письмо, толстое такое, толстенькое письмо. Ну, это я знаю уже примерно. И на нем написано, значит, от Александра, от моего друга давнишнего, Александра, который живет в Москве. И вот он рядом со мной здесь слева сидит, да, Александр. Вот. Я начинаю читать это письмо. Вот. Очень интересно. Ну, почек немножко, не совсем разборчивый почек. А мне интересно, что он пишет, потому что он обстоятельный. Это три-четыре листа написано очень обстоятельно. Где он побывал за это время. Вот. Что он делал. У него очень насыщенная жизнь. Вот. Ну, трудно было очень прочитать, но я решил тогда ему позвонить. Я позвонил. Он, к счастью, он оказался в Москве. Я не знаю. Дело в том, что мы с ним и не виделись уже около 20 лет не виделись. Около 20 лет не виделись. А познакомились мы с ним в Коктебеле. Мы потом, может быть, еще будем возвращаться к этой теме, но познакомились в Коктебеле мы с ним. Вот. И как-то между прочим, когда мы говорили, а я собирался как раз ехать на природу, ехать на озера. И я ему предложил поехать вместе, потому что у меня там хороший друг живет, который, ну, современный, я бы сказал, ну, это может быть неправильно, но современный отшельник. Ну, не то, что отшельник. Конечно, к нему приезжает большое количество друзей, но он интересный человек, который вот, он обрел свое счастье, так скажем. Как он пришел, который слева сидит. Юра его зовут. И мне показалось очень таким интересным, чтобы мы какие-то интересные темы обсудили, потому что эти два человека, которых я люблю, которые со мной близки очень во моих взглядах, а мне кажется, надо общаться с людьми, которые все-таки близки, потому что людей много, и чтобы на себя какой-то этот негатив не перенимать, ну, как мне представляется, вот, то лучше, все-таки лучше общаться с тем, кто тебя понимает. Хотя здесь могут быть разные разночтения. И Юра, и Саша первый раз, практически первый раз друг друга видят, они ни разу не разговаривали, и мне показалось интересным вот это все записать. Поэтому, вот место встречи, это тот райский уголок, который себе Юра сделал на природе. Мы его особенно снимать не будем, но мы просто вот на фоне озера это снимаем, и здесь красивый вид. Сегодня плохая погода была, только солнышко недавно выглянуло. Первая мысль была, у меня очень много видео сделано, я всегда снимал дома на хромакей, на зеленый фон. Вот, то есть, я что хочу сказать, дело в том, что вот эти идеи, они рождаются как бы издали, издали рождаются. И вот я хотел на хромакей, потом сижу, я долго думал, пока он еще ко мне не приехал, долго думал, и пришел к выводу, что, а зачем снимать дома на хромакей, когда можно на природе прямо снимать, где мы с ним встретимся. Конечно, это лучше намного, это живем, как говорится. Вот, и еще несколько слов о нем. Значит, я ему звоню, Саша, когда мы с тобой собираемся, вот нам бы неплохо поехать там, вот, кажется, мы сначала хотели в понедельник поехать, да. Ну, потом мы решили, потому что погода была, была жара, лучше было ехать в воскресенье. Да, я приезжаю, ты, говорю, возьми билет. Он говорит, я не езжу, говорит, самое на поездах, я езжу автостопом. Ну, я не хочу скрывать, возраст уже приличный, он у меня на год всего лишь малаша, мне очень много лет, мне 73 года целых. Ну, Саше 72 года. Я думаю, ничего страшного, что я называю ваш возраст, вы же не девушка, да? Пацан. Нормально? Ну, пацан, да, молодой пацан, да. Вот. И я, говорит, приеду автостопом. Ну, я жду, конечно, автостопом, звонит он утром, долго не буду рассказывать, звонит он утром, потому что сейчас переходим уже к обсуждению наших интересных тем. Звонит утром и говорит, Саша, я утром уже выехал в 7 утра, нахожу, доехал до Балагова, правильно говорю, да? В следующий раз, когда я позвонил, я, говорит, в Чудово, это было около часа. И я думал, что он приедет где-то вечером, думал, что он будет часов в 5 вечера приедет к нам. Ну, потому что от Чудова-то, в принципе, не так далеко. Вот. Но история такова оказалась, что он задержался и приехал только на следующий день. Немного забегая вперед, хочу сказать, что, когда он позвонил, я говорю, вот на такое-то метро такое-то, там где-то 5 километров, не надо, не надо, я пойду пешком. Я пойду пешком. Он сам уже об этом, я только одно хочу сказать, человек привык пешком ходить. Ну, здесь он ехал не босиком, а так он ходил босиком и по Москве. Он сам потом расскажет, я его спрошу. И зимой ходил в одной рубашке. То есть он интересный, уникальный человек. Интересный, уникальный человек. Вот. Ну и вот, я думаю, что можно, наверное, переходить уже к нашему обсуждению. Мне кажется, что наиболее интересная часть, к которой мы сейчас перейдем, для того, чтобы вам познакомиться с нашими героями, я бы все-таки, наверное, хотел, чтобы они немножко рассказали о себе. Давайте сначала с хозяина, к которой мы сидим, да, с Ювой, с хозяина. Я самый молодой. Ну вот, да, самый молодой. Сколько лет ты не обязательно можешь скрывать? Ну, мне 65 лет. Ну, я еще бодрый старикат. Да, 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 да. Это интересно, да. Нам интересно. Ну, у меня принцип смотреть вперед, не оглядываясь назад. Многие задают вопрос, а кем ты был? Я иногда начинаю вспоминать, кем я был. После, когда подхожу к зеркалу, мне становится мучительно, больно. Чем я был, я уже никогда не стану, так вот. Поэтому прошлое, нет, оно живет, оно нормально, оно имеет право. Это уже прошедшее, это уже неинтересно. Это уже интересно мне самому объяснять так вот кому-нибудь другого свое прошлое. Я тот, кто есть на самом деле сейчас, а не тот, кем я был. Сейчас я 15 лет живу на острове. Я, конечно, изменил все свои взгляды, и все изменил. И сейчас я, наверное, совсем другой человек, так вот. А кем я был, да это уже не считай. Потому что я весь впереди, так. Ну, а настоящая тогда, ну, опрошу, чтобы я понимаю, ты не хочешь говорить, а настоящая? А настоящая все. Там у тебя же семья есть, наверное, и что-то. Нет, нет, нет. Я богатый человек, так вот. Как я всем рассказываю, женщины обманывали меня четыре раза. Сначала жена родила двух дочек, потом две дочки родили мне двух мучек. Я понял, что писать книгу и сажать деревья, и что жизнь не может. Ну, наконец-то, младенькая мне подарила внука. Все, это моя надежда. Это я, который видел, да? Да, Ром. А, это я видел. Ага, Ром. Внук, замечательный. Да, и я ему обеспечил счастливое детство. У нее есть собственный пиратский корабль с домиком на деревьях, с каютой капитана. У нее есть две пушки на острове. Стреляющие. А чем они, кстати, у нас, вы как-то, чем они стреляют? Петарды. А, петарды. Петарды, да. И чтобы усилить их, я туда порох добавляющую, двойной петарды делаю и стреляют. Ну, покажу вам, как они стреляют. Чупа. Понятно. Вот настоящий хозяин. Да, вот он хозяин сзади. Молодец, он гуляет. Он, кстати, великолепно смотрится там на заднем плане. А так, я доволен своей жизнью, полностью доволен. Я не убегал от того мира. Я не отшельник, я не убегал от того мира. И мне в цивилизации тоже было комфортно, нормально. У меня и дело было, и достаток определенный был, и налаженная жизнь. Ну, тут я счастливый. Я полностью счастливый. Я вспоминаю эту жизнь просто, ну, как скачки. Вот так, вот, кони идут. Ну, может, не по кругу, может, постирать. Ну, у каждого за спиной, коня, тележка, в которой мы складываем все, что нам надо. Своих близких, своих родных, своих друзей. Ну, свой достаток, свой. Все, 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 все. И со временем уже ты не в первой десятке, отстаешь, отстаешь. А тележка все тяжелее, тяжелее. И, может, если есть такая возможность по максимуму разгрузить тележку. Нет, что-то не разгрузят. Ети остаются, жена остается, обязанности остаются. Но когда, вот, грубо говоря, служебные обязанности, так, вот, это может не работать, так, вот. Ну, разгрузить по максимуму тележку и выйти на газончик, а там травушка, там, не дорожка беговая, да? Когда ты даже соревнуешься с какими-то, где, между, ты, а там просто травушка, и вот, сидеть спокойно, замщипать травушку и наблюдать вот за этой суетой, которая простоит мимо тебя. Вот, наверное, и все. Да, ну, вот мне интересно, вот что, мне всегда это было интересно, я, кое-что я задавал тебе вопрос, я знаю, но то, что меня привлекает. Все-таки это, ну, не очень, ну, расстояние от цивилизации все-таки. А, нет, ты хочешь правду мать, так? Нет, 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 я еще пока не проехал. Я расскажу, просто я суеверный, я расскажу, да, у меня были, ну, нет, подожди, ну, не перебивай, ты сказал, я, вот, да, я, в принципе, сильно приболел, да, перспективы были не радостные, совсем не радостные. Поэтому я продал свое дело, попрощался со всеми, вот, ну, собрал на эти деньги, так, и купил лодку, строю материалы, так, и поплыли. Вот, тяжело было, очень тяжело, так, ну, мы-то был один, так, вот, хочешь сдохнуть, вздыхай, не хочешь сдохнуть, работай. Мне надо было за лето построить дом, такой дом, чтобы в нем можно поднимать. Вот, и первые зарубки, я, как Робинзон, так положено же, так, первые зарубки на кисяке, там, веранды, так, я делал через 5 сантиметров каждый бутылок. А после, так, вот, у меня, да, вот, обнаглел, уже прибил планочку, сейчас через каждый сантиметр, так, вот, и в какое-то время я перевезнул эту планочку, так, и сейчас уже дошел больше середины. Ну, надеюсь, если, боженька, так, вот, на меня не обидится, так, вот, думаю, по крайней мере, эту планочку до конца дошел. Ну, а там, там, как бы удастся, вот, примерно, так. Вот, я не горжусь тем, что я совершил, просто я кончил институт физкультуры, я, примерно, знаю, да... Лесгов-то, да? Нет, военных, военных. А, военных, да. Я, примерно, знаю, до какой степени можно шатать и ушатать организм, вот, выйти на второе дыхание, а выйти на третье дыхание. То есть, я, примерно, знаю, что, ну, по идее, это неограничено себе человеку. Вот, поэтому, вот, я принял такое решение, не знаю, справлюсь или нет, но, вот, доктора мне говорили год-два, ну, вот, я неделю назад, 15 лет. Угу, разменял-то, ну, да, ну, да, уже, уже 15 даже, ой, как быстро время это бежит. А ведь я хочу сказать, я-то здесь 45 лет, в этих местах-то, да, 45 лет уже, поэтому мы и встретились, да, абсолютно случайно здесь с тобой тоже. Саша, я сказал, что встретились мы с ним в Коктебеле, вот, а здесь-то мы с тобой встретились именно тоже, я, кстати, и не помню уже сколько лет, но прилично, тоже время бежит очень быстро, прилично. Я-то тебя вот что хотел спросить, на самом деле, не это, не то, что ты рассказывал, почему я, извини, тогда тебя пытался перебить. Ведь, по сути дела, ты живешь здесь почти все время, ну, и, ежели, весной, и зимой, и летом. Это новый год. Новый год ты, наверное, и бывает нигде. Ты уезжаешь? Нет, 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 нет. Все равно здесь? Нет, я стараюсь, ну, стараюсь. У меня жена, у меня дети, внуки, внуки, внуки. А, да, 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 да. А Дедом Морозом кто работать будет? Но зимой все равно здесь, да. Да. Я помню, как ты у тебя спросил, мне было очень интересно, потому что вот в этих местах я видел, что здесь удивительно на островах, ну, во-первых, даже такая мелочь, змеи переплывают вот такие колоссальные расстояния, километры переплывают. Мне мои друзья рассказывали, что здесь, они видели, лоси переплывают тоже, вот вылезают, лоси переплывают. И кабаны даже здесь, да, и кабаны. И как-то рассказывал, я помню, что ты лучше расскажешь, когда здесь и хищники еще какие-то бывают, да, ты рассказывал? Ну, первый год, так, вот, колотый лед был, ну, колотый лед, и вот мать дура, рысиха, так, вот, повела с собой трех этих самых котят. Ну, котята уже такие годовалые, со спаниеля примерно, да. Ну, в принципе, я понял, что она на Кельполу, потому что тут кормовой-то базы нету, да, да, а на Кельполу, да, там открытая вода. По льду они, да? Ну, по льду тут было, да, тут, а там дальше на КТ Ладога было, ну, в принципе, вот, это уже борьба за выживание, так, да, да. Или я, потому что рысь, она, а тем более голодная, ну, пришел сложить их все. Всех даже? Ну, что, ну, куда их, так, ну, кот, а мали, им не прикормиться тут. Не прикормиться. То есть, понимаешь, ну, все, либо они сажали моего кота, так вот, или меня поцарапали. Ну, и единственное, что, так вот, я вот одного рысенка уже подпустил на берег, вот, ну, я его недели-две ел, так, мясо вкусное, питательное, и, кстати, интересное мясо, оно у него какое-то, вот. Ну, кто, вот так, вот так вот. Вот первого кота моего съела лиса, вот, уже второго кота, так, вот, лиса тоже пришла, начала его выманивать. Ну, вот, метров десять от дома, ну, во что дверь идти, типа, типа, пойдем, пойдем, вот, хозяин, так, в Драку лезет, так, вот, я ее за шкирку домой занес, так, пришел, то есть, и она сидит, я, ну, уходи отсюда, вот, просто отсюда уходи, так. Ну, ну, она меня вот три метра подпустила, так, ну, уже пришел сложить, а выходят, то есть, это не жестокость, а так я кружью уже, ну, лет пять, наверное, ну, так, я в свое время настрелялся, так, и не собрать все гильзы, которые я выстрелил, да, ну, это, наверное, больше железнодорожного вагона, поэтому посты, луточек не трогаю, они вкусные, да, они красивые. Живые, короче, чем хомут перелет, то есть, лет пять я уже ружье не трогаю. Сашенька, если у тебя вопрос возникает, ты тоже можешь, конечно, я-то остановлю, так скажем, буду везти меня, если у тебя что-то интересное, я думаю, тебе, потому что... Ну, подерьез мне что-нибудь, волк, медведь тут есть? Нет, медведи, вообще, ребята, остров маленький, 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 километр, тут нет кормовой базы, километра где-то, да, а этот, один раз переплыли эти, самые свинюки, так, сюда, кабаны, то есть, вот, они траншею прямо рыли, так, ну, а что тут, ну, порыли там траншею, такие, серьезные каналы, так, вот, питаться нечем. Лоси, так, вот, и лоси, и косули, ну, они обычно переплывают на остров, отдыхают, и километра два, уже большой остров, километра двадцать, поперечный, и они у меня, как, передохнут, ну, я их тоже не трогаю. Ну, что, года три назад, косули, ну, буквально, вот, метров в десять, так, выплывала, да, ну, что она уставшая, так, вот, ингрессивая, кажется, ну, молодец, она так устала, что от меня даже не шарахало. Понятно, да. Я метров на десять подошел к ней, так, я говорю, да ладно тебе, отдыхай ты, так, вот, все зависит от кормовой базы, была бы она, ну, да, естественно. А что тут медведи делали? Волки, да, видел, пробегали несколько раз, одиночки, не знаю, там, видел. А волков видел, все-таки, да, 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 ну, это зимой, наверное, да, зимой пробегали, да? Зимой, зимой, зимой тут практически постоянно лисицы, так, вот. Лисиц много, да? Да. Зайчики, наверное? Зайчиков нету, да. Бобры? Не, ну, говорю, ты что, бобры, им запуды нужны, а тут это самое, вот, 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 вот. А из птицы, я куропаток видел здесь, куропаток много, вот, на этом, там, на соседях. Ухари, кетерева. Ухари даже есть, да? Ухари, да, да, ой, такие, петухи хорошие. Сов слышу, ухола, совы есть, да, ухола. Мне, ребята говорят, заведи куры кроликов, так, я говорю, вы увидели фиена, так, у него лапа, так, чуть меньше, чем моя рука, так, вот. И он скажет мне спасибо и за кроликов, и за кур, и за все остальное. Ну, ясно, да. Очень интересно. Я думаю, что мы еще по ходу дела, по ходу разговора, может быть, будем возвращаться, мы можем когда угодно, мы совершенно свободно разговариваем, общаемся. Просто я вот этот планчик-то писал, я уже говорил какой-то, для того, чтобы какой-то все-таки, ну, канва какая-то была определенная. А вот Саша бы тоже рассказал, потому что я тоже о нем не все знаю, на самом-то деле, я здесь о нем кое-что новое узнал. Дело в том, что, еще раз повторяю, что мы с ним где-то 18 лет назад познакомились, я знаю, что он москвич, вот, но почему-то в Питере учился, вот у нас в Питере учился. Я поэтому вот хочу, чтобы он немножко рассказал о себе, значит, я-то уже что-то мне сказал, но Юра не знает, вот, ну, Саша, расскажи немножко о себе, да. Да, Саша, мы только-только познакомились, я вам сказал, да. Вот, да. Говорить Саша нам поговорить не дал, так, ну, особо-то. Ну, мы все торопились, мы все, вот сейчас мы не торопились, и я хоть с тобой познакомлю. Да, 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 да. Короче, в феврале 98-го года я в Индии поехал к Саибабе, очень серьезно заболел и в деревню Потапарчик. Это кто его называет аватаром, кто святой, кто психиатром. Короче говоря, он родился в бедной крестьянской семье и с трех лет творит чудеса. Ну, и он меня вылечил, стопой коснулся его, из родителей материализуется серо-розовый пепел, випкуте по чайной ложке ел, и менял каждый день по ответственности. Я не могу сказать, что в Ножмину пошел, будь заботой. И познакомили, и у него очень много людей из разных стран. Из Аргентины, из Австралии, и там я познакомился с питерскими ребятами. Гитарист Игорев Ковалевский, Олег Ернио драматург, Таня Игнатьева. Мы ходили постоянно там в Южной Индии, небольшие горы ходили купаться, и они мне говорят, приезжай в Коктебель. Ну, а я к тому времени уже часто бывал в Крыму. Володь, попозже позвоню, ладно? Нет, нет, я на острове, так, попозже, сейчас занят, позвоню. И оказался в Ялсту. И из Ялты пошел пешком до Коктебеля. Эти шлепанцы где-то развалились у меня, где-то по Ацфальту шел, где-то в Рыбачим ночевал, где-то в Москву, и вот пришел. В Коктебеле поселился на отделенке, там Рома, Василиша. Ну, я их найден. Ну, это второй дикий пляж был, где Юнга этот камень громадный. Да-да-да-да. Я похоронен Юнге, да, профессор Юнге похоронен, основатель Коктебеля, да. И с 98-го года я как раз начал систематически голодать. Проблем со здоровьем было очень много. Даже врачи, которые 6 лет учились, они говорят, к бабушке берите, проезжай, к заказу. Ну, больничный дадут на 3 дня и все. Просто я работал на киностудии Москвы, а там, если не пьешь, не кушаешь, зачем сюда пришел? И там очень ценится, там алкоголь, кто в Кашенко лежал, кто в Ганнушке, ну, там, вот они родились. Ну, и, короче говоря, заработал серьезные болезни, тоже в этих организациях было долго никакого. По 13-15 таблеток каждый день принимал, от них только спешил. То есть уже ни мужика не работал. Ну, вот своей баба мне здорово помогла. Ну, а так, действительно, родился я в Куйбышеве, сейчас это Самара. Матушка оттуда родом, ездил меня оттуда родом, потому что родственники врачи, чтоб подстраховать. А так, Москвы четвертом поколении. Семейное предание говорит, что мой дедушка, то есть продед, это в Шадринске жил, в 80 километрах от Кургана. В 10 лет убежал из дома, уже на скрипке играл, капельмейстером стал дирижером, контрабасистом. Женился на Сибиревске и приехал в Москву. Жили на Таганке в Дровяном переулке, 11 детей у деда. А сейчас ты где-то там в Кургане? На Беговой. На Беговой. А, на Беговой? Понятно, ясно. Ну, вот 11 детей было, все кроме Маршева окончат консерватуру. Так что вот. Я когда был, значит, ну, он должен был ехать, мне всегда интересно вообще со всеми людьми, кто, с кем я хочу познакомиться или там что-то. Да и не только кого я знаю, если время, конечно, позволяет, я всегда интересуюсь, ищу по, ну, по интернету ищу. Я нашел тебя, значит, там, по-видимому, твои там, что-то твои родственники, да, музыкантов, очень много музыкантов, и скорее всего они есть. Ну, это не важно, в конце концов ты, это не важно. Сколько времени ты занимался профессиональной деятельностью вообще, и потом вот перешел, у тебя же другой образ жизни сейчас, по сути дела-то. Ну, расскажи о своем образе жизни сейчас, скажи, как ты проводишь время, что ты делаешь-то? Ну, с 1971 по 1973 год я служил важным. Полгода была часть в артиллерийском участке БМ-25. Машего сержента дали Аману Кирилл. Это на Камчатке, да, кажется? Или нет? Это была часть под Хабаровском. А, под Хабаровском. Здесь все выглядели из строя и развивали. И Юрий Томарский уже, Петрославовск-Камчатский, зенитный путь. Какие-то с ними не было. Угу. Угу. Четыристо человек в дивизионе, половина Средняя Азия, одного призыва все равны. Вечер иногда бывал сильный, в туалет-циталовую, пока нас ушли. Так что вот, он уже полтора года отслужил. Ну, отслужил, а дальше ты по рабой, по специальности работал своей, по таким количествам? Да, немножко расскажи, да. За два года в армии два раза в увольнении. Так что мечта опять поехать на концертах. Зимой нас возили к подножию Козельского, ой, летом, к подножию Козельского вулкана на стрельну. На три месяца. Угу. А зимой на месяц. Ну, потом, потом перед армией, у меня музыки, родители, дети не учили по определенным обстоятельствам. Это ж надо шести лет заниматься. Ну, и короче говоря, а у меня в школе хорошо химия шла. Ну, физику я просто так не знаю. И вот те, это разделы, которые связаны с химией, я прекрасно знал. И по телевизору была река, поступайте вместе в Стали. Ну, поступил вместе в Стали и сквал полтора года. А ты не только это окончил? Ну, как перед армией. Не окончил полтора года проводить и выпивать. Понял. Это разонравилось. После армии, это слегка поступил в Плекановское народное хозяйство и устроился в научно-исследовательский институт. Не верю. Старшим лаборантом. Ну, работы-то никакой нет. После армии мужик должен бумажки таскать. Мне дают работу, и я за три часа сделаю. А остальное-то время мне что делать? Ну, курители в карты там играют. И, короче говоря, я там, и, короче говоря, я познакомился с одним там сотрудником. Он говорит, не пойти тебе на мою свинку и все комбинировать съемок. Матушка говорит, ни в коем случае. Это клоака, это помойка. Это я потом об этом узнал. Ну, позвонил, у меня взяли механиком по обслуживанию аппаратуры. Это четвертого разряда. 62 рубля 50 копеек. Ну, а когда-то я в командировке еще суточные 260. Сейчас я понимаю, что если не пить, можно на них вполне покормиться. И меня быстро продвигали, потому что после армии я любил работать. Мне кто-то сказал, как Беларусь. На работу я ни разу не опоздал. На работе не пил, а после работы кулакал стоял. Тем более справа на проходной студии был магазин. И Алжирская, и Солнцедар, и Рубль, и Ильичевская по рубль 2. Там и розовые, там и красные, и белые, там и ясные. Какие названия? Да, да, да. Остальные. Ну да. Причем Духатовская, девская, не котировая. А, ребят. Вот мы двое суток вспоминали. Извините, перебью. Да, да. Ничего нечего. По поводу воспоминаний. Да. У меня лежит пачка Беломура 1982 года выпуска. Вот, да. Я ее открыл, правда, да. И когда ребята приехали, так, ну, тоже деды такие же, как я, так, дал им, так, вот, кощечок забили втроем, так, вот, и вспоминали, да. Это, может, уже не вкусно, так, но это было, как и Гзюпери говорил, вода рождается из света звезд, из скрипа ворота. Это вот, вот, вот именно, как ты начал говорить, так, вот, про солнцедар, про свет. Да, да, да. Душа, да. Душа, да. Мы все-то прошли, мы это все прошли. А чего? Я не считаю это нормально. Конечно. Мы на этом выросли, да. Да, и мы, и я. Мы все выросли, да. Когда человек, грубо говоря, осознанно бросает пить, это понятно. Да, да, да. Ну, когда молодой парень так говорит, а я не пил и не пью. Да. Ну, это как-то страшно как-то. Ну, это как-то страшно как-то. Ну, да, конечно. Кстати, сказать, когда мы с ним предварительно говорили, ой, нет, мне, наверное, не надо даже об этом, потому что в конце этого я, как бы, у вас интервью беру, поэтому не нужно мне своей точки зрения. Хорошо. Значит, и потом ты в кино. Когда ты закончил кино? Или ты что-то еще хочешь здесь рассказать? Ну, так. Да, да. Извини. Да. Ну, поступил я, значит, в Прихановский на Вечерний, в Тавроведнию Пронтовал. Угу. И поскольку я из армии, мне сделали старосты курсы. О. Да. И четыре группы по двадцать пять человек. Ну, это и общественную работу я никогда не любил. Угу. Ну, и если, ну, там обучение довольно простое. И если, например, ходишь на занятия пятерки-четверки, а не ходишь в трое-четверки, можно было до конца. Сейчас я понимаю, ну, любой институт можно кончать, даже можно и не кончать. Угу. Ну, и потом решил перевестись в ленинградский киноинженер. Он, это, собирал бумаги, послал в Ленинград, а они потерялись. И через год я приехал там в деканат, говорю, где мои бумаги. А вот мы их тут в шкафку вложили. И, короче говоря, на механический факультет. Угу. 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 Замко니다 save. Вашинге. А, поюза, поюза на все окно 2, мы потерялись приезжали фонтанко заш schwierig. Угу. 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 пенели да она очень мягкая я люблю и видите перебиваю ребят можно конечно как же нужно ну как можно даже нужно стоматологу так вот монголии пошел так вот она так посмотрела мои зубы питере цвет выпить и вот мягкая вода очень и у всех питерцев первая проблема а так нет она мягкая хорошая на вкус он имел ввиду на плавана когда говорил на мне сразу сказали из питера так ну профессионал так ну да ясно понятно ну и а потом после этого как у тебя развивалась настоящее время ты это не работаешь и закончил институт и вот еще работал на москве были серьезные болезни и решил так сказать работу по речи опять кинофотоинститут уйдешь но снисим фото проект меня инженера механика взяли на должность инженера хилика но когда-то 15 лет так что ни одного молочного открытия я не совершил у нас аэрофото пленки причем черно-белые в японии была уже тогда пленка 8000 единиц цветная а у нас 500 единицы черно-белые а цветную это сладнее сливок там слоёк поливать ну и на 200 тысяч сотрудников по моим оценкам человек 20 баллов толковых остальным надо было в другом месте работать люди не на своем месте там конечно сухо тепло платят по московским понятиям мало но зато это ничего не делает ну и короче говоря там даже большая работа ты за столом сидишь и в туалет пошел и это чайник воды набрал и целый день кипятишь и ведешь палитанские разговоры к тому же все переженились там перекрестные опаления вот такая у нас наука я просто удивился а безделие это хуже работа а я тут свои дела лучше на любой работе работать как ли книга кровать толстой говорил мир самое страшное это безделие самые грязные работы а какое было соображение и дело в том что у наших ученых были хорошие на работе но когда они дойдут и потребители ничего хорошего нет меня посылали в космосе и кабинет где поливали пленку мне надо было сотрудниками следить например температуру это полива по плюс-минус полградуса это очень много это время с точности до минуты должно быть рассчитано а сотрудники в бушеватах сидят и мне надо было их гудить чтоб на кнопки нажимали прям как смотришь ну и потом от этого безделия конечно ушел в соседний институт это опять кинофото институт там самая интересная работа была когда нас привозили в подшипный колхоз под клином там захарова и в несколько километров спас за ул сена косили там на истакаде там разделяли картошку от камней в поле работы когда в поле работа и как делать тебе приводят а потом на работе там еще отгулу дают смотря как договоришься и эту с руководством ну все-таки на свежем воздухе смогу лучше 5 рублей до 5 рублей самогон куда-то добыл так литр ну я понимаю что литр самогон только литром не мере куда я тоже думаю что литр наверное как еще и когда работали в этом кинофото институте я там лаборатории стерео и кимотография где-то 85-86 году на нас пригласили консультантами на стереоскопическую картину это церковь это вторая роль полика но снимал со студии горького режиссер махара он сегодня был вторым режиссером и великолепно и оператор постановщик сергей яки журбицкий стерео картина она снимается не на 35 миллиметров а на 70 ну да чтобы дверь на это специальный объектив в правой глазки право изображение левое левое подводные съемки там были в общем ребята хорошо с этим обето справились студии горького и мы там просто как консультанты в ялту кстати когда в ялту приехали поселили нас это в гостиницу там и этого юматова и георгия тогда просто выгнал постоянно все время пил а потом он горел геофронт прошел а работа на киностудии это еще сложнее просто пить меньше материальный мир и так ничего хорошего нет а мы еще усугубляем делаем себе хуже ребята мы опять возвращаемся к проблеме пьянки ну да а вы кстати об этом еще поговорим обязательно поговорим поговорим об этом это у меня преданное служение господа офицеры так вот если с утра я не начнила да нормально да 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 ну так я играю сейчас вот по стране держу это жутко что творится например лет пятнадцать назад коляже не было где кулакойка там 17 жителей 3 костер коррекционных школ физики и химии математики нет я с девчатами говорю умные глаза девочка говорит а вы сумасшедшие пока я говорю кто тебе сказал у тебя ясные глаза если одного ребенка взять из него можно сделать деньги а когда и кстати 30 чек ничего не получится то есть короче там это папа там выпил умер тюрьмо посадили мама бросила бабушка с дедушкой не вечная дедушка раньше умирают я не дает воспитателю но об воспитателе это вот мне нравится макаренко там библиотеки шиками это кушеньки это республика шкиф геннадий иванович палоку снимал а другие просто чиновники и дети мы мне должны ребят можно я перебиваю конечно как и нужно опять я ничего так у нас разговор остальные разговариваем и все конечно вот картина которая врезалась мне вот действительно я ее представляю вот цветах краска так все человек подшился там прошел срок вот ему надо развязать выпал рюмку так и не вышел делал никто так я приехал туда и так все красиво селедочка бутылочка запотевший стаканчик вот такой натюрморт и вот не выпить ну то есть человек готовился вот все устроил не просто так вот набухаться а вот выпить рюмочку вот такую закусочку такой же и вот на всю жизнь память врезался такой натюрморт и грубо говоря и человек вот так вот беда нет беда еще торпеда это действовало и нет он просто взял и вышел в окно ужас ужас да да можешь